Невозможно понять душу нашего древнего города, не вникнув в историю еврейского народа на Гродненской земле. Насыщенная, яркая, трагическая, но по-прежнему жива в воспоминаниях гродненских евреев. Члены общины и небезразличные к судьбе этого народа гродненцы провели День еврейской культуры в городской центральной библиотеке. Общинный дом Минора, единственный в Гродно, сегодня будет представлять свою культуру, свои традиции, свои стороны жизни, свою историю. Люди, которые посещают нашу библиотеку, хотят знать, кто такие евреи, как долго они живут в Гродно, каковы их традиции. В рамках встречи гости вспомнили историю своего народа на нашей земле, послушали традиционную еврейскую музыку в исполнении ансамбля чаронга и отведали любимые блюда национальной кухни. Евреи проживают в Гродно более шести веков. Скрываясь от национального и религиозного преследования в странах Западной Европы, они оседали в Гродно. Представители древнего народа врачевали, писали картины, торговали, занимались ремеслами, основали крупные промышленные предприятия. Люди очень любящие работать, любящие изучать науки. И в результате эти люди нашему городу могли дать очень много финансовой такой вот поддержки. И эта поддержка была использована для того, чтобы строить дороги, учреждения, учебные заведения и так далее. До 1941 года 56% населения, что составляло 30 тысяч человек, были евреями. Но война изменила ситуацию в корне. Практически все гродненские евреи были уничтожены. Сегодня Гродненская элитская община насчитывает всего 1200 человек. В двух гетто было уничтожено больше 29 тысяч гродненских евреев. И численность после войны вернувшихся евреев именно гродненских было всего лишь 300 человек. Выживших 300 человек вернувшихся евреев Гродны – 15. Сегодня Гродненская еврейская община живет насыщенной жизнью. Представители древнего народа встречаются практически еженедельно. Вместе отмечают праздники, поддерживают соблюдение национальных традиций и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok